Надевайте красивые вещи, не ищите особый повод. Пейте вина и жгите свечи, обнимайте того, кто дорог. Не играйте с судьбою фанты и не думайте быть, не быть. Вы сегодня живите, завтра может просто не наступить. И снова всем здравствуйте, люди! Да, вот так сегодня. Захотела я начать свое очередное видео. Неожиданно. Самой мне даже неожиданно, вы знаете. Но что-то как-то вот романтика вдруг, романтика в душе. И сегодня, друзья, у меня для вас будет просто видео знакомства снова со старушкой Англией. И просто неспешные прогулки там в ноябре, где мне нравится особенно гулять. И я сегодня на свою прогулку приглашаю вас с собой, друзья. Ну вот, давайте мы с вами немного погуляем по красивейшему парку. Давно не гуляли с вами. Послушаем тишину. Посмотрим на англичан со своими собаками. Всякими разными. Халло. А еще, пока не забыла, я хочу вам рассказать. Мне моя подруга, лучшая Светланка, рассказывала тут недавно, что она прочитала книгу Александра Ширынта. Воспоминания. Забыла, как называется, честно говоря. Но если захотите, то сможете найти. Я, к сожалению, здесь вряд ли смогу это найти. Книги Ширынта в Англии. Если только через интернет, конечно. Но нет, пока. Я, вы знаете, сразу же тут включила свой любимый Ютуб и открыла и нашла интервью Ширынта мне. Я получила просто колоссальное наслаждение. Насколько грандиозный человек. Просто глыбище. И его жизнь, она настолько насыщенная. Ну и, конечно же, его удивительная доброта, отношение к людям. Это превыше всех похвал. Вот слушаешь, открыв рот. И знаете, что? Как он там сказал, я просто запомнила. Говорит, какой-то был спектакль у них. Ну и ему говорят, ты там ничего не говори, ничего не делай. У тебя роль такая. Ты будешь ходить со своим таким видом величавым. А со своей трубкой неспешно прогуливаться и смотреть на всех тухлым взглядом. Вы знаете, я просто запомнила, хохотала. Ну вот надо же такое придумать. Будешь смотреть на всех тухлым взглядом. Да, бывает, конечно. Вы знаете, друзья, ещё что хочу сказать. Сегодня я буду гулять здесь неторопливо. С вами я хочу показать вам именно... Я хочу просто неторопливую беседу побеседовать с вами. Мы с вами посмотрим запоздалые ягоды, непонятные для меня на деревьях. Мы послушаем с вами редких птиц, посмотрим какие-то оставшиеся, может быть, грибы. В общем, я хочу именно насладиться с вами этой тихой, неспешной прогулкой. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь немножко, знаете, вот необычно, наверное, ноябрь месяц видеть деревья полностью в зелени, полностью ещё листва на деревьях присутствуют. И она даже не пожелтела. Мне кажется даже порой, что если я не буду вам говорить, какой у нас месяц, какое время года, то можно даже и перепутать и не понять. Согласитесь со мной, да? Всё кругом. Зелена. Круглый год. Ну и как тут по-другому? Конечно же, плюс 15 градусов всю зиму. Ну и, кстати, о зиме поподробнее. Не всё же нам просто ходить и шуршать листвой, друзья. Давайте я вам расскажу, как здесь у нас с отоплением, как здесь у нас с белами на газ, на электричество, с коммунальными платежами, вот с этой всей историей. Что у нас здесь происходит? Я имею в виду, конечно же, старушку Англию. Сегодня я получила письмо из департамента пенсионного. Он называется здесь Department for Work and Pension. Это, наверное, как у нас пенсионный фонд, я думаю, что-то похожее. И они меня, вы знаете, порадовали просто необычайно, потому что я ничего не запрашивала, я не писала никаких заявлений. Обычно надо писать заявления какие-то, если вы хотите какую-то помощь получить от государства. Ну, чтобы вот так вот сами они проявили инициативу, я такое, честно говоря, вижу впервые. Так вот, прислали письмо, что они мне перечисляют на зимнее отопление. Немного, немало, 200 фунтов. Вот они пишут, что это у нас перечисление автоматическое. Оно поступает всем людям, которые родились 55-го года и раньше. До сентября 55-го года, если человек родился, то ему автоматически помощь от государства поступает на счёт 200 фунтов на отопление. Вы знаете, друзья, я была этому очень рада, неожиданно приятный сюрприз. Обычно, я, по-моему, тоже вам рассказывала, что я даже порой боюсь открывать свои почтовые ящики, потому что чаще всего там какие-нибудь оповещения о штрафах, что-нибудь там, знаете, требуют они оплатить, вот эти все белые так называемые счета, да. А здесь вдруг на тебе, неожиданно ни с того ни с сего. Ну, сказали, что этот платёж поступит мне на счёт до января, то есть в течение трёх месяцев. Ну, и слава богу, ладно бы, главное, что поступит на счёт, потому что, вы знаете, я вот стала пользоваться своим бойлером. Вы же, наверное, в курсе, те, кто слушает меня и смотрит. Я поставила себе этот новый бойлер, бойлер газовый, отопление, и я его включаю, скажем так, каждый день. На вечер, на ночь я его отключаю, нагревается сразу, моментально, очень быстро, всё работает прекрасно, мне очень нравится. Единственная, конечно, единственная неприятность и, скажем так, наверное, неожиданность, во-первых, то, что у нас цены на газ, тарифы на газ возросли. Ну, вообще, эта история такая, она сейчас во всём мире. В общем, вся эта история большой политики, она сказывается на росте цен. Цены только растут. И кто остаётся крайним? Конечно же, мы с вами потребители. Обычные, простые люди. Всё из нашего кармана. Вы знаете, что эти все воротилы, они никогда не останутся в накладе. Ой, боже. Ну, в общем, вы знаете, что у меня, если конкретно говорить обо мне, что произошло, то, что если я включаю, вот я просыпаюсь, я включаю отопление, потому что всё-таки холодно. Ночью у нас бывает, опускается температура до плюс пяти, иногда даже до плюс двух. Минус температуры, конечно, не бывает, но всё равно холодно. Понимаете, что нужно протапливать жилые помещения? Я, конечно же, протапливаю. Так вот, у меня такой есть счётчик. Он сразу показывает, сколько тратится денежек. И получается, что я вот так вот с утра и до обеда, где-то за четыре, за пять часов работы моего бойлера, накручиваю, накручивает мне там счётчик цену 2,50 фунта, 3,50 фунта. Однажды я оставила на целый день, было у нас тут похолодание такое сильное до нуля. Я оставила, включила на целый день. Но я оставила, знаете, так чуть-чуть, совсем немножко. И, тем не менее, я подумала, сколько же, интересно, набежит там мне за целую ночь, за целый день. И у меня набежало 5 фунтов 70. Ну, то есть, это 570 рублей. Мне хоть и говорят, вы зря переводите на рубли, не переводите там разные зарплаты. Ну, друзья, не скажите, всё равно это 570, да даже 570 фунтов в день, это очень много. Ну, или в среднем получается 150-170 фунтов в месяц, только лишь за отопление. Может быть, для кого-то и нормально, если целый дом, если вся семья, то это, может быть, такая цена, она и будет нормальная такая оплата. Но для меня, для одной, это, конечно, очень дорого. Поэтому я оставляю. Ну, и что могу сказать? Вот, когда я включаю на несколько часов в день, то у меня получается фунт 50, фунт 70. Вот такая в день цена за газ. Она была ниже, ну, как я уже сказала, в связи с тем, что поднялись тарифы. Теперь вот так. То есть 45-50 фунтов в месяц, это, в общем-то, неплохо, я считаю. Вполне себе я потяну. Да ещё, если мне сейчас 200 фунтов помогли или помогут в будущем, я просто буду рада. И я надеюсь, что дальше так и будет. Ну, вы знаете, мне, как говорится, тут особенно привиледничать и претендовать на что-то большее не приходится. Столько дали. И, слава богу, я очень благодарна даже тому, что мне помогает государство. Несмотря на то, что я в этой стране, наверное, работала всего лишь год. Стажа-то у меня нет никого. Хочется, конечно, ни в чём себе любимой не отказывать. Ну, я, в принципе, так, в общем-то, сейчас и поступаю. Вот как раз тот короткий стишок, который я вам прочла в самом-самом начале этого видео. Я именно и хотела сказать то, как мало, во-первых, нам в этой жизни нужно, а во-вторых, как вообще коротка наша жизнь, друзья. Ну, и потом ещё я хотела сказать, знаете что? Если уж я начала философствовать, я не могу не вспомнить о Вселенной. И вот сейчас, говорят, наша Вселенная, она просто переполнена отрицательной энергией. Она просто уже на грани. На грани катастрофы. Наверное, может быть, даже на грани гибели всей цивилизации. Вы чувствуете, по-моему, тоже это, друзья. И вот меня радует ещё, знаете что? Меня радует то, что сейчас всё больше и больше людей начинает это понимать. Вот именно простых людей, таких, как мы с вами. И я хочу ещё раз заострить на это внимание. Не надо ни с кем бороться, не надо никому ничего доказывать. Просто нужно жить всем в мире. Субтитры создавал DimaTorzok